Так, всем привет! И сегодня у нас очередная подборка тупых вопросов. И начнем мы сегодня с Дмитрия, который нам пишет. Здравствуйте! Может ли эта программа помочь скрыть гинекомастию? Хоть чуть-чуть! Ну, он нам типа про программу там спрашивает. И как вообще упражнениями можно скрыть гинекомастию вообще, Дмитрий? Если у тебя проблемы с гина, то бегом к врачу и решать либо оперативным путем это дело, либо фармакологическим, потому что никакие упражнения, вообще никак не диеты, ничего не поможет тебе решить эту проблему. То есть, определенно к врачу. Вот такой вот у нас тупый вопросик. Так, следующий нам пишет Виталий. Виталий, Виталий, так. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про предтренник Мезоморф. По отзывам что-то страшно его принимать. Говорят, его в России запретили. Я вообще не понимаю, с чего его там запрещать, потому что это обычный бак, ничего там такого внутри нету. То есть, обычная пищевая добавка. Поэтому начитаются люди в интернете всякой гадости, всяких недалеких людей. Или может, может, ни одним кто-то пошутил там, я не знаю, он тут у нас теперь на сайте глупые вопросы задает. В общем, можно его брать, покупать, и ничего он там не запрещен. Следующий у нас на очереди Сергей. Тезка, значит. Сергей нам пишет. Добрый день. Скажите, обязательно ли употреблять спортивное питание для тренировок? Я против различной химии. Вот, блин, я вот не понимаю. Ну, что у людей вообще в голове? Что это такое против различной химии, блин? Детское питание тоже химия, что ли, блин? Не, ну, если так разобраться, то, блин, ну, это капец какой-то. Это какие-то эти, блин, староверы, я не знаю, там, голубцы прямо. Или голубцы, непонятно, чего у них там в голове вообще. Какая каша варится, химия. В моем понятии химия, это бытовая химия в отделе супермаркета. Вот там химия, блин, которой можно отравиться. Человек, видимо, не знает, из чего делают вообще пищевые добавки. Их делают из натуральных компонентов. То есть, какая, блин, вообще, если так разобраться, конечно, да, то все химия, и мы тоже химия. Поэтому, в общем, смешное такое письмецо. Очень даже глупое. Поэтому я вообще не пойму, как можно быть таким невежественным. В эру, блин, интернета, куча информации. Хотя, блин, знаете, свиня, я кто кажуть, болото найдет. Поэтому вот свиня свое болото ищет где-то на просторах интернета. Всякую гадость читают вообще. Причем нормальную объективную информацию они обходят стороной. То есть, им это неинтересно. Им надо, чтобы такое ужасное что-то, прям как этот самый. Гебберс там этот писал. Чем ужаснее и невероятнее ложь, тем лучше в нее верят. Ну, и вот, собственно, люди в страшилки всякие верят. Вместо того, чтобы находить, читать нормальную информацию, добывать, да, и получать, в общем-то, объективные данные. Ну, как-то не хотят. Так. Чего у нас там дальше? Дальше нам пишет Анатолий. Добрый день. Что может и что нельзя из спортивного питания при повышенном сахаре? Диабет не ставят еще, но близко. Пьют сахаропонижающие таблетки. Ну, во-первых, если у тебя проблемы с сахаром, то тебе нельзя, конечно же, быстрые углеводы. Ну, соответственно, из быстрых углеводов, это что у нас? Это гейнеры. Они все, в основном, на быстрых углях делаются, поэтому тебе их принимать нельзя. Ну, вместо этого можешь пить протеин. То есть, ну, и кушать сложные углеводы, там, каши всякие и так далее. Так что, я, в принципе, тут проблем большой не вижу. Но если ты уже употребляешь препараты для понижения сахара, ну, как бы нормально. Вот. Дальше уже держи только связь с врачом и, соответственно, с ним общайся. Вот. И, как бы, это лучше будет, чем вот это вот сидеть на форумах, писать и спрашивать у людей. Там, Серегу донимать своими глупыми вопросами. Для этого есть врачи. Так, читаем дальше. Дальше нам пишет Влад. Добрый день. Много слышу о легандроле. Это у нас очередная добавка. Прошу, расскажите подробно, требуется ли ПКТ после приема легандрола соло? Или, если принимать легандрол и будто Мурен, какой ПКТ требуется с уважением? Так, блин, ну, дебилизм какой-то вообще в последнее время. Легандрол – это всего лишь пищевая добавка. Это не гормональный препарат. А то он из серии этих, как их там, SARMS, они типа модуляторы анаболических рецепторов. И вообще, я считаю, что это все фигня нерабочая. И, блин, ПКТ после таких вещей, ну, вообще не надо. То есть, это полная глупость. Да и вообще покупать такие вот добавки тоже не нужно. По-моему, лучше купить, блин, какой-то креатин, протеин и там карнитин взять и витамины. Все, и тебе вот так и вот так хватит. Вестись на маркетинге, покупать всякую ерунду, ну, это глупо. Так, ну, что, пока вопросики закончились. Надеюсь, еще что-нибудь подберу для вас интересного. И, в общем-то, вместе почитаем, да и посмеемся над чем-нибудь, если будет над чем-то. Так что всем спасибо, пока!